А еще господин Кац тоже хуйню творит какую-то, особенно после камен-аута Дованкова. Я не знаю, у кого еще есть какие-то иллюзии по поводу Максима Кацца. Я говорил и на стриме, и в телеграм-канале, я долгое время молчал по поводу Кацца. Меня каждый стрим спрашивает про Кацца. Я либо дел вид, что я не замечаю эти сообщения, либо односложно на них отвечал, потому что у меня была позиция такая. Мне Кац неприятен, мне не нравится то, чем он занимается, но поскольку жизнь так распорядилась, что мы сейчас с ним по одну сторону баррикад, я попробую не замечать ту хуйню, которую он творит. Потому что это сейчас в общих интересах. Что и является приметой той самой консолидации оппозиции, за которую Максим так топит. Вот за последнее время я перестал считать, что мы с Максимом по одну сторону баррикад, я считаю его вредителем. И я просто начал отвечать на тейки по Максиму Каццу. Значит, Максим Кац, вредитель. Давайте сейчас раскидаю по поводу Максима Кацца. Меня смотрят много фанатов Максима Кацца, многие из них по мне дико разочаровали, когда я стал критиковать их любимого Максимку. Давайте я сейчас попробую объяснить, на чем строится мой негатив к Максиму Каццу. Есть два варианта. Пение вокруг Дованкова раскручивал не только Максим Кац. Вот это важно. Я внимательно слежу за инфополем. Я вижу, где пиарщики Дованкова покупают рекламу. Я вывешивал у себя в телеграм-канале проплаченные рекламные посты в абсолютно Z-каналах. Прямо вот у Z-военкоров. Вот этих людей, которые сами находятся где-то в районе боевых действий и постоянно топят не то, что за войну, они как бы и есть война. Вот у этих людей они покупали рекламу. Можно предположить, сделать такое допущение, что вот все за деньги, а Максим Кац бесплатно. А он единственный за идею. Можно предположить. Хотя я подозреваю, что у него есть корыстный интерес в этом. Я написал твит, после которого от меня там стали отписываться люди и писать, как они во мне разочарованы. Я написал твит, что я надеюсь, что Максим Кац в доле. Я надеюсь, что он просто за бабки это делает. Потому что если это искренне, то это гораздо хуже. И, видимо, я не раскрыл свою мысль. Давайте я попробую раскрыть ее сейчас. Я за Максимом Кацом наблюдаю лет скоро 10 как. Я видел Максима Каца, когда он вставлял палки в колеса Навальному во время его избирательной кампании, называя его пиздоболом. Я видел историю, когда Максим Кац боролся против умного голосования. Говорят, что в целом-то он за. Но постоянно вбивая и вбивая в это клинья. И в какой-то момент это не моя мысль. Я ее, по-моему, первой у Плетнева увидел. И она что-то так у меня отозвалась. Я попробовал под этой оптикой на это посмотреть. То есть я не претендую на авторство идеи, но у меня эта идея вдруг такая... А, блядь. Сука. Сука. И я стал смотреть под этим углом на это. Знаете, что меня отталкивает в Максиме Каца? То, что если он не за бабки, вот давайте сделаем допущение, он не в доле. У него нет корыстного интереса. Он искренне все это делает. То, что для него все происходящее игра. Он все время к любым таким своим начинаниям относится как к игре. Ну, типа мы сейчас что-нибудь сделаем, будет прикольно, не получится, похуй абсолютно. Посмотрите на поведение Максима Каца после каждого проеба, коих было уже множество. Вот он за что-то борется, он накачивает аудиторию, устраивает срач. После этого он проваливается с треском, как, например, на московских выборах, на которых я работал. И он такой, а, ну, что-то не получилось, ладно, похуй. И все, идет дальше. И его аудитория абсолютно такая же. Максим Каца относится ко всему этому как к одному большому развлечению. Типа, ну попробуем, вдруг прикольно получится, а не получится, прикольно, блядь, все забудут через неделю. И наличие вот таких людей с большим-большим влиянием. А Максим Каца очень популярен. Потому что он очень вовремя всегда обкидывает то, что от него хочет слышать аудитория. Ему абсолютно насрать, если это противоречит тому, что он говорил раньше. Он даже этого не замечает. Просто в каждом моменте он популярен, потому что он говорит популярные вещи. У него на самом деле очень круто... Это не критика сейчас, важно. Я сейчас как контентмейкер говорю. Это очень крутая способность. С точки зрения конкретно набора аудитории, получения популярности, Максим Каца машина. Нам бы всем поучиться у него. Проблема в том, что Алексей Навальный, которому постоянно оппонировал так или иначе Максим Каца, Алексей Навальный уже буквально жизнь положил на то, чем он занимался. Для него существовала его политика, его борьба, его мечта, его идея и ничего больше. И в конце концов он буквально жизнью за это заплатил. И за это Навального уважают даже те, кто его не любит. Вот я знаю людей, которым неприятен Навальный, которые ни в коем случае не хотели бы видеть его президентом, но которые не могут не уважать его смелость, его самоотверженность, его приверженность вот этой идеи. Навальный вокруг себя, вокруг своего фланга оппозиции, построил людей, для которых это дело жизни. Для которых поражение это деморализующее, это сложное событие, которое надо пережить. А Максим Кац это человек, который ну бля, давайте попробуем, ну чё, прикольно уже будет, давайте сейчас вот надежденно надуем, единорогов в ники поставим. А, не получилось, похуй. А, давайте, бля, давайте Дованкову надуем, тут же прикольно будет. И когда всё проваливается, Максим Кац такой, да, ну ладно, в следующий раз, чё-то же прикольно придумаем. И спокойно живёт дальше. И вот это меня на всех уровнях от него отталкивает, потому что он играет в это. А игрок на политической арене, именно игрок в буквальном значении этого слова, на политической арене с огромным медийным влиянием, это, во-первых, страшно. Потому что ты никогда не знаешь, какая уважаемая под хвост попадёт в следующий раз. Он непредсказуемый. В политике очень важна предсказуемость, очень важна последовательность. Почему, вот, страшен Трамп, например. Меня много спрашивают, почему ты не хочешь, чтобы Трамп был президентом? Чё такого плохого в Трампе? Потому что он, блядь, непредсказуемый, он неуправляемый. Когда у тебя Дональд Трамп президент, ты каждый день не знаешь, чего ждать. А политика во многом про предсказательную силу, про возможность выстраивать какие-то долгосрочные договорённости. Вот Трамп, он неадекватен. Он непредсказуем, он неуправляем. Даже заключая с ним какие-то договорённости, получая от него какие-то обязательства, ты точно знаешь, что они в любой момент могут быть забыты. Вот с Максимом Кацем есть такая же проблема. Он непредсказуемый. Потому что завтра он может захотеть поиграть во что-нибудь другое, и любой провал он переживает очень легко. Любой идеей он загорается очень легко. Он такой, он как посторженный чихуахуа. Такой, ууу, прикольно, давайте делать. А проблема в этом настоящая, что вы хуй ещё с ним сделаете. То есть реально, когда я стал смотреть на это под такой оптикой, Максим Кац это самая большая проблема, которая внутри оппозиции существует. Потому что он реально будет всё популярнее. Это реально работает. Если вы посмотрите, какую аудиторию аккумулирует Максим Кац, а я в последнее время много с ними общаюсь, мне пишет человек с единорогом в Нике. Вот реальная ситуация была сегодня. Мне пишет реальный человек вот с единорогом в Нике. Я выкладываю кусочек, где, собственно, Дованков зигует, говорит, Владимир Владимирович, за вас до конца, только вы победите в СВО. Вот это всё, я тоже за СВО. Я выкладываю это с припиской, типа, вот ваш антивоенный кандидат с открытой антивоенной позицией. И мне пишет человек, ну, явно подписчик Максима Каца с единорогом в Нике, такой, да мы и не думали, что он антивоенный, мы как бы всё понимали про него. Я говорю, так стоп, вы же бегали месяц по всему интернету, и всех, кто говорил, что Дованков не антивоенный, обвиняли в том, что вы работаете на Путина, и что это наш слоняра, и вообще. Такие, да, ну, типа, так для дела надо было, мы его просто надували по приколу. И всё. Понимаете, они знают, они знают, что это пиздёж. Им нормально. Для них это просто, типа, игра такая, уи-и, игра закончилась, всё, можно выдохнуть и показать, что, да мы все понимали, что это наебалово. Понимаете, какая-то проблема в долгосрочной перспективе? Именно из-за этой своей суперспособности Максим Кац не истребим. Если вы думаете, что его можно будет победить критикой, нет, ему похуй. Если вы думаете, что он может быть победить логикой, бля, пингвинов шахматы обыграйте. Перевернёт фигуры, насорёт на доску и будет ходить вокруг победителем. И что ты ему сделаешь? Вот, поэтому, собственно, мне неприятен и, более того, я считаю опасным Максима Кац, для российской оппозиции. Именно поэтому. Для него это всё игра. Ему ничего не стоит проиграть. Он это наглядно транслирует. Чувак реально играет в политику. И вот это меня не только отталкивает, но и пугает. Потому что это очень опасный подход. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова